Всем привет! Добро пожаловать в мой мир, мир домашнего кондитера. Я продолжаю свои видео о том, как расписать пряники к Новому году. И сегодня мы сделаем такого очаровательного пряничного человечка или пряню. Его плюс в том, что это самый легкий в исполнении пряник. И я надеюсь, что он вам понравится так же, как и мне. Начинаем! Итак, пряник я испекла, использовала вот такую металлическую вырубку. Взяла пищевой фломастер и нанесла контур комбинезона и примерно личико, глазки, ротик и наметила пуговички. Я использовала в этот раз уже готовую смесь для айсинга. Королевская глазурь приготовила ее согласно инструкции. Мне понадобится всего лишь два цвета, это красный и белый. Слишком много красного красителя не добавляйте, потому что при высыхании он темнеет. И у меня красный здесь такой пограничной консистенции, что-то между контуром и заливкой. И здесь уже два погуще. Это у нас для глаза, кротика, тоже красный и белый. И сейчас я беру красную глазурь, которая у меня пограничной консистенции, и уже начинаю раскрашивать комбинезон вместе с лямками. И теперь нам не нужно сейчас ждать, чтобы высох наш комбинезон. Мы пока можем заняться личиком, ручками. То есть сейчас я уже беру густую глазурь и прорисовываю детали. И теперь нужно подождать, чтобы наш комбинезончик высох и немного еще его доделать. Ну что ж, у нашего пряня шортики немного схватились. И теперь я беру глазурь, которая у меня по консистенции гуще. И мне осталось немного добавить деталей, и наш пряня будет готов. Ну что ж, мой пряник готов. Только посмотрите, какой он получился милый. Если вот здесь сделать дырочку, пока пряник еще теплый, вставить веревочку, то очень красиво можно украсить елку. И сейчас у меня пряник будет сохнуть. Сушу я всегда пряники двое суток. Кто-то делает это за сутки. Смотрите сами по температуре на вашей кухне. Может быть, вам понадобится меньше времени. Я надеюсь, что мое видео вам понравилось. Большое спасибо за то, что провели со мной эти минуты. Пока!